на канал из агент поступил такой вопрос самооправдание это грех или защита в какой степени защита конечно и это же защита является грехом безусловно потому что речь идет о оправдании своей самости вот слова слова самооправдание смог в себе уже расшифровывает в суть этого процесса оправдание своей самости оправдание своей гордыни оправдание своего я как это перед богом будет выглядеть господь говорит что бог бог гордым противится и только сприн дает благодать господь говорит еще от слов своих оправдаешься осло своих осудишься но вот что интересно когда мы занимаемся самооправданием оправдываем свою самость тогда мы не оправдываемся перед богом осуждаемся то все наоборот не как перед человек никак перед людьми а когда мы смиряем свою самость и когда мы не оправдываемся перед богом то мы и получаем от бога прощение потому что покаяться получить Получить прощение можно только тогда, когда мы осуждаем грех, а не оправдываем свою самость. Получить прощение можно только тогда, когда мы правильно относимся к своему духовному состоянию. Имеется в виду, не пытаемся выгородить себя перед Богом, не пытаемся замазать грех на исповеди и рассказать о нем как-то в общих словах пространно. Не пытаемся найти какие-то причины, которые побудили нас грешить, какой-то человек нас провоцировал, или какие-то обстоятельства, или какое-то сильное желание у нас возникло, и мы не могли ему противиться тоже. Это все самооправдание, оправдание своей самости. А мы же будем к себе относиться строже, осуждать себя, осуждать даже не себя, осуждать грех, который в нас, так лучше сказать. А когда мы осуждаем грехи, которые мы творим, когда мы каемся в них, тогда и Господь нас оправдывает. Поэтому не будем самооправдываться, а будем иметь сердце сокрушенное и смиренное. А сердце сокрушенное и смиренное, как сказано в члене Писания, Бог не унитежит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok